Всем привет, друзья мои! В общем, всем добрый вечер. Я очень давно не снимала такие видео. Я, в принципе, очень давно не снимала видео, поэтому сегодня будет реально очень интересный топик. Очень, знаете, такая насущная тема, насущная проблема. Что делать с волосами, вопрос реально. То есть, я не знаю, я буду их трогать на протяжении всего видео. Собственно, что у нас сегодня за проблема? Какое количество барахла я купила за один месяц? Поэтому, да. Тема реально насущная. Как вы знаете, возможно, не знаете, я весь август была то в Питере, то в Москве и так далее. Я купила очень много всего. Я объездила достаточно большое количество барахулок, секондов и так далее. И решила, почему бы не поделиться этими вещами с вами, потому что действительно есть интересные айтемы. И хочется вообще кому-то рассказать, потому что у меня, ну, как бы, все безравно. И я в прошлом видео, если вы смотрели такой блог, если еще нет, посмотрите обязательно, потому что вам интересно. Я говорила, что я покажу все свои вещи, которые я приобрела. В итоге я там ничего не показала, потому что вещей реально много. Это отдельная тема. Готовьтесь к большому голову вещей. Примерный размер, чтобы вы понимали. Но, как бы, это еще не все. То есть, это половинка, знаете, такая добрая. У меня скрипит стул, поэтому не переживайте, если будут вот такие вот звуки. Я думаю, можем начинать, потому что вещи, правда, интересные, вещи, правда, приятные. Да, начнем мы, скорее всего, с джинсов, с вещей для ног, потому что у меня их очень много. Начнем с моего самого любимого айтема на сегодня. С моего самого, знаете, такого прямо, ну, сердца, сердца моей души. Ну, вы готовьтесь, главное, готовьтесь, готовьтесь. Они. Собственно говоря, это просто потрясающие, великолепнейшие джинсы с удельного рынка в Питере. Мы нашли там просто очень миленький магазинчик, поэтому закупились там немножко. Эти джинсы, собственно говоря, тут. Выглядят они подобным образом, такая небольшая, вот знаете, полосочка. Я как снимать холл? Я вот не знаю, комара. Потрясающие серые джинсы, немножечко большеваты, то есть, ну, размер реально присутствует. Талия тоже, знаете, большевата, но завязочка. Сейчас вам покажу, как все это выглядит, чтобы вы понимали, да. То есть, у нас сегодня холл с примеркой, все включено. Джинсы реально прикольные. Я их обычно ношу с черной футболкой или с белой футболкой. Вообще, очень много с чем, но это самая, знаете, базовая комбинация, которая мне очень нравится. Показываю их в полный рост. То есть, они выглядят очень классно, только они, знаете, с приколом. Без вот этого никуда. А они немножко потертые, мои друзья, шутят, где-то потертые джинсы. Я смеюсь каждый раз, конечно. Ну, то есть, нам в схейте нравится такой вайб 10-10. Итак, следующая вещь, это просто потрясающие, ну, не настолько потрясающие, как вот эти потрясающие, но тоже неплохие джинсы. Суделочки, так сказать. Это темно-коричневые джинсы. Они сидят очень хорошо везде, кроме талии. На талии они сидят просто отвратительно, даже с завязками, поэтому они мне не то чтобы не нравятся, но мне в них не очень комфортно. Они, понимаете, они прямо, ну, реально, ну, большие. Ну, то есть, я не знаю, что это за размер. Здесь не пишут. Такой... Здесь не принято писать размер. Но они очень классно выглядят, если там для фотографий, для чего-то еще. Кстати, цены. Я забываю называть цены. Эти джинсы стоили 1000 рублей, что, в принципе, достаточно дорого для джинс на уделке. Но не то чтобы дорого, но... Ну, то есть, нормально. Эти джинсы я купила за 600 рублей, и они реально себя оправдали очень сильно. 600 рублей для таких джинсов, это просто реально, да. Коричневые джинсы. Они мне действительно достаточно большие, видите, то есть, здесь проблемка. Ношу я их обычно с коричневым бежачком, потому что он будет очень милым. И все это выглядит как-то вот так. Если бы они не были по размеру в талии, было бы просто идеально. Третья вещь. Я надеюсь, вы еще не умерли от количества джинсов. Но это всего лишь третья пара. Но это не джинсы, друзья мои, это не джинсы. Это значит брюки. Они из Second в Москве. Я не помню, как он называется, но если вы из Москвы, этот Second находится на станции метро Алексеевская. Вот эти брюки я купила за 70... За 70 рублей. Эти брюки были сняты с деда, я уверена, на все 100%. Кстати, они изначально были Заровские, я так понимаю, потому что написано Zara, man. У нас Zara Women Second Hand 70 рублей, чек. Так что да, миллиард из 10, потому что они за 70 рублей. Я не знаю, готова сделать для них все, что угодно. Про эти штаны я вам уже рассказывала, поэтому не буду заставить внимания, я вспомнила. Но мне не очень нравится, как они сидят сверху. Это выглядит странно. Вещь номер 4. Это значит такой небольшой ряд вещей, которые мне отдали. Мне отдал Егор, кто был друг мой, да. Он мне дал три пары джинсов. Третья пара где-то там в шкафу, в смысле я знаю где, она просто... Они мне реально очень большие, поэтому покажу две. Вот такие синенькие небольшие клоши. Тоже Second Hand. Я не знаю, за сколько рублей она вправа, поэтому ничего не могу сказать, но они прикольные. На талии они не сидят, но они, знаете, такие эластичные. Я знаю, я очень классно умею снимать видео без претензий. В общем, ну-ка, ну-ка, где-то. Я не знаю, насколько хорошо они на мне сидят, но как-то вот, как-то вот так. И очень классные джинсы. Такой, знаете, клош. Тоже очень прикольные. Мы брали их в одном Second Hand. Я не помню, за сколько рублей она взяла, но не думаю, что очень дорого, поэтому... Собственно говоря, вот так вот они сидят на талии. Отходим чуть дальше. Куда мне уйти? Я не знаю, как-то... В общем, выглядят они как-то вот так. На самом деле, очень прикольно для фотографий, но и так ходить. Очень мило. Пажу вам еще штаны, которые я приобрела не в Second Hand, но они мне безумно нравятся. Возможно, кому-то будет полезно. В общем, я приобрела просто чудесные джинсы. Из Stradivarius, между прочим. Они просто черные, и вот у них реально, то есть, клеш. Это и шаровары конкретно, ну, то есть... И они просто идеально сели мне на талии. Я не знаю, я таких джинс не видела никогда в своей жизни. Итак, с джинсами и штанами мы разобрались более-менее. Их было, ну, возможно, не так много. Переходим к верху. Начнем с того, что, знаете, лежит на поверхности. Вот это вот потрясающая кофточка. Да. Как мне сказали в школе, кольчуга. Я не поняла прикола бы совсем там, что ли, офигели. Я ее купила на уделенном рынке вместе с теми самыми полосатыми штанами. И она стоила тоже 600 рублей вроде как. Выглядит как-то вот так, но я обычно ее подворачиваю, потому что мне так больше нравится. И я наслаиваю ее на черную футболку, потому что мне кажется так более интересным. Здесь идея, здесь идея. Следующая вещь. Просто чудесный, винтажный, как я полагаю, пиджак. Его можно очень классно скомбинировать с чем-нибудь, а именно с вот этими коричневыми джинсами. То есть, вы чувствуете этот лайм. Он стоил, не поверите, на уделенном рынке в Питере 50 рублей. Я ее нашла в куче какой-то одежды. Я думаю, ладно, я померю. Я надеваю, вижу цену, думаю, ладно, я беру. Неважно, что это, оно стоит 50 рублей, я возьму. Но пиджак, на самом деле, реально прикольный. Я в нем ходила в гей-клуб в Москве. Да, был такой период в моей жизни. Любимейшая, просто великолепнейшая, незабываемая вещь. Суделкин в Питере. Это просто чудеснейший тренч. Черненький. Внимание, вот за эту красоту я отдала 1 тысячу рублей. Ну, то есть, это реально дешево. Для тренча это просто, ну, это спасибо, что я его встретила в своей жизни. Я хожу в нем буквально каждый день осенью, потому что, во-первых, у меня, ну, как бы, выбор небольшой. Джинсов у меня много, тренчей нет. А, во-вторых, он выглядит просто потрясающе. То есть, я своим глазам поверить не могу, почему здесь кто-то летает. Вот это вот... Если честно, этот тренч убил сразу же, как я его увезла. То есть, ну, то есть, я реально профессор Снейп. Ну, то есть, вы видите этот шарм. Очень люблю комбинировать его с черными джинсами. Ааа, ты че? То есть, по-вашему, это сейчас было адекватно. Это было покушение. За плащ, извини меня, ты ответишь. И что-то, что я приобрела не в Second Hand. Это шоппер из Uniqlo. Он очень классный. Он стоил 400 рублей. У меня очень многие в Инстаграме или где-то спрашивали, откуда шоппер. Поэтому, да, он из Uniqlo. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, там реально интересно. То есть, я реально выкладываю туда очень интересный, очень, знаете, такой контент. Да, и это вроде как все. И немножечко, знаете, уже, ну, выгляжу не так хорошо, как сначала. Так что, да. Я думаю, это все вещи, которые я хотела вам показать. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мне было очень приятно провести с вами время. Я очень рада, знаете, снова разговаривать с камерой. Чувствую вас ментально, действительно. Так что, да, надеюсь, вы хорошо провели свое время. Желаю вам хорошего дня, вечера, не важно, что у вас там сейчас. Всем до свидания.